Хвала Аллаху Субханаху Ата'аля, Господу миров, Милостивому Милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Аллах поведет прямым путем, То никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет заблуждение, То не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику, Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва салям, И всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О те, которые уверовали, Бойтесь Аллаха Субханаху Ата'аля должным образом И не покидайте этот мир, не иначе, как будучи мусульманами. О те, которые уверовали, Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля дал нам религию Ислам. И это является одной из величайшей милости Аллаха Субханаху Ата'аля Ко всему человечеству. Ведь Аллах Субханаху Ата'аля говорит в Куране, «Мы послали тебя лишь милостью к мирам». Говоря о Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва салям. Сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, это милость. Кур'ан, руководство Всевышнего Аллаха, это милость. Аллах говорит, «Заликаль китабу ла райба фи гудаллил муттақин». Эта книга, Кур'ан, нет сомнений в ней, что она является руководством для богобоязненных. Аллах Субханаху Ата'аля сказал, оно является руководством для богобоязненных. Почему же Аллах не сказал, но оно является руководством для каждого? Аллах сказал для богобоязненных, только богобоязненный. Тот, кто боится Аллаха, возьмет книгу должным образом. Когда мы говорим, возьмет книгу должным образом, это означает, что он будет брать из нее или следовать этой книге, тому, что ему в ней нравится и не нравится. Он не будет из тех, которые говорят, я верю в это, потому что я с этим соглашаюсь. Или я принимаю это, потому что мне это нравится, а это оставляю, потому что мне это не нравится. Аллах Субханаху Ата'аля говорит, «Афатюмину набибағдыль китаби, отакфуру набибағд». Неужели вы веруете в часть Писания и оставляете часть Писания, говоря о иудеях? Аллах Субханаху Ата'аля проклял того, кто и низвел наказание на того, кто взял часть Писания и оставил часть Писания. Поэтому Всевышний Аллах говорит, «Кур'ан – руководство для богобоязненного, для мусульманина, который берет ее должным образом и не чрезмерствует, и не является с тех, кто относится к ней холодно и предосудительно». Вот те, которые уверовали. Аллах Субханаху Ата'аля наряду с этим сказал, «Ва кедалика джа'алнакум уммата вассата». Аллах Субханаху Ата'аля говорит мусульманам и пророку Мухаммаду, салаллаху алейсалям, «Мы сделали вас уммой, которые держатся середины». Это говорит о том, что середина, о которой говорит Аллах Субханаху Ата'аля в этом аяте, это середина сунна посланника Аллаха, салаллаху алейсалям. Это Кур'ан и сунна. Ведь все, что за пределы этой середины, либо же в одну сторону, либо в другую, является чрезмерностью или же упущением человека. И поэтому Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля предостерегает верующих. И посланник Аллаха, салаллаху алейсалям, предостерегает верующих. От упущений и чрезмерства в религии. Потому что и то, и другое губительно. Посланник Аллаха, салаллах Субханаху Ата'аля, говорит о людях Писания, иудеи и христиане. Их погубило их чрезмерство в религии. К чрезмерству относится, когда человек выполняет сверхпредписанного. Означает, добавляет что-то нового в предписание. Либо оставляет предписанное, либо выполняет непредписанное. Это является чрезмерством. И поэтому Аллах, субханаху Ата'аля, говорит, «Я ахляль китабе, ля таглу фидинику». Аллах говорит о людях Писания, не чрезмерствуйте вашей религии. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, в хадисе говорит, «Поистине погубило народы, которые жили до вас, чрезмерство в религии». Их погубило чрезмерство. Когда мы говорим «чрезмерство», это означает, когда человек либо делает упущение, абсолютно не следует религии, либо же берет часть из нее, то, что нравится ему, и оставляет часть. Это чрезмерство. Но является относительно к упущению. Есть чрезмерство, когда человек, он переходит границы, предписанного Аллахом, и возлагает на себя или на других то, что Всевышний Аллах не предписал. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, сказал, что это губительно, потому что Аллах не желает для нас ни одного, ни другого. Он желает легкости. Он желает простоты. А простота и легкость выражаются в двух вещах. В искренности, следовании Кур'ану и Сунни, и в правильности. Когда человек выполняет предписание Всевышнего Аллаха искренне, Аллах говорит, «Ва ма умеру илля алия абуду Аллаха мухлисин аляхуддин». Им было предписано лишь поклоняться Аллаху, будучи искренними. Аллах не примет какое-либо деяние. Неважно, деяние языка, деяние сердца, либо же деяние органов. Аллах не примет от человека, если он делал это не ради Аллаха, ради показухи, ради желания мирских благ и тому подобное. Либо он делал это для кого-либо другого. Аллах оставит этого человека и не примет его благие деяния. Второе, правильность. Это деяние, неважно, это деяние сердца, языка, органов. Оно должно соответствовать предписанию Всевышнего Аллаха. Соответствует Кур'ану и Сунне, посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям. Иначе Аллах, субханаху ата'аля, не примет. Аллах говорит, Кул' инкунтум тухиббун Аллаха, фаттаби'уни юхбибу куму Аллах. Аллах говорит, скажи, о Мухаммад, скажи верующим, если они любят Аллаха, то пусть следуют за тобой. То есть за Мухаммадом, саляллаху алейхи вассалям. Аллах говорит, скажи, о Мухаммад, им пусть следуют за тобой, и тогда их только полюбит Аллах. Инструкция Кур'ана для того, чтобы человек, его деяния были приняты у Аллаха, инструкция проста. Но сайтан не дремлет. Он знает, что губит человека. И он подходит к человеку со стороны религии, со стороны Кур'ана и Сунны. и делает все возможное, чтобы он посредством этого погибнул. Каким образом? Либо посредством упущений, либо же посредством чрезмерства. Это разлагает умму изнутри, либо же вносит идеологии, которые чужды для ислама. Вы слышали о выражении традиционный ислам. Каждый из нас об этом слышал. Когда каждый говорит традиционный ислам, он закладывает в него свой определенный смысл. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, Аллах, субханаху ата'аля, говорит, сегодня я завершил, Аллах, говорит, для вас вашу религию. И завершил свою милость к вам. И сделал вашу религию ислам. Удовлетворился религии, как ислам. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, тот, кто желает иной религии, кроме ислама, Аллах, субханаху ата'аля, не примет от него. Это говорит о том, что ислам, он от начала до конца имеет один одно свое один свой вид. Одно свое свойство, качество и одни предписания, которые не меняются и не подстраиваются под страсти людей, под их мысли и понимания. Люди, принимая ислам, они подстраивают свой разум под ислам. Они станут мусульманами только тогда, когда они подстроят свои желания и страсти под ислам. Они будут брать из ислама то, что им нравится и то, что им не нравится. И поэтому вы можете услышать традиционный ислам. Тем самым подразумевает, чтобы ты называл себя мусульманином, но соблюдал из ислама только то, что тебе нравится. Пятничный намаз, праздничную молитву. Можешь садаха дать. Намаз нет, не нужно. Зачем? Хиджаб? Нет, не нужно. Завяжи платок назад, этого достаточно, а потом придет, и тебе этого не надо. В конечном итоге традиционный ислам сводится к тому, чтобы человек просто называл себя мусульманином и только вспоминал о том, что он мусульманин, когда кто-либо у него умрет, его нужно похоронить по исламской традиции. Это упущение. Это одна крайность, когда кто-то нам навязывает это извне, или же по причине больных сердец некоторых мусульман, кто-то пытается пропагандировать, что ислам он именно вот такой. Хочешь молись, хочешь не молись, хочешь носи хиджаб, хочешь не носи, хочешь пастись, хочешь нет. Без сомнения, все эти предписания являются обязательным для каждого мусульмана, и он перед Аллахом будет за это спрошен. Но когда нас спрашивают, его положение каково, мы должны сказать, это вадюб, это фарр, это обязательно. А если человек делает это упущение по причине своей лени и слабости имана, это другое. Но когда кто-то пропагандирует именно это и говорит, что за хиджаб такое, мешки, оденьте модный, который будет выделять вашу фигуру в соответствии с модой и тому подобное, это большое упущение в вопросе хиджаба, упущение в вопросе еды, в вопросе бизнеса, упущение может быть во многих вопросах, даже в словах, в устах. Это одна крайность. Другая крайность это когда человек настолько щепетильно подходит к вопросам религии, неважно сердца, слов или убеждений, и начинает настолько сильно теребить это, что он не видит себе равных. он на себя взваливает то, что ему не предписано, он начинает совершать из религии то, что не является предписанным религией. Опять же, желает чего? Иногда это бывает по причине желания, искреннего желания награды, и основная причина этого чрезмерства или же этого упущения является невежеством. Просто банальное невежество, а затем желание достичь статуса в обществе, заполучить влияние и тому подобное. И еще одна сторона это лицемеры. Лицемеры, которые разрушают изнутри и извне. для чего? Для того, чтобы не было единства, для того, чтобы не было порядка. И ты видишь, что мусульманин целыми днями сидит, только вычисляет, кто еще вышел из ислама или кого вывезти из ислама. его вся занятость заключается в том, чтобы быть судьей над всеми. Но только не в свой адрес, ни в коем случае. Это другая крайность. Об этой крайности посланник Аллаха предостерегал свою ум. пришли трое к посланник Аллаху и его жены и начали расспрашивать. Начали расспрашивать и говорить, какой он в молитве, какой он дома, семье. И когда они ему рассказали, жены рассказали им, они посчитали это малым. Это мало. То, что делает посланник Аллаху они посчитали это малым. И сказали, Ведь он посланник Аллаха, ему можно расслабиться. Нам? Нет. Один из них сказал, я буду всю ночь молиться, никогда не буду пропускать. Ночные молия спать не буду. Другой сказал, я буду поститься и никогда не буду разговляться. То есть имеется в виду, каждый день я буду поститься. Другой сказал, я никогда не женюсь. С одной лишь целью, достичь некого духовного статуса, что все они, иншаллах, забитатели рая. То есть их было желание искренне получить награду. Когда дошло это до послания к Аллаху, он их позвал и сказал, послушайте меня. Я молюсь и я сплю. То есть имеется в виду ночные молитвы. Посланник Аллаха, салаллаху салам, спал ночью, затем просыпался и читал ночную молитву. То есть он давал своему организму отдохнуть, зарядиться силами, затем молиться. Он сказал, я пощусь и разговляюсь. То есть сунна посланника Аллаха, салаллаху салам, понедельник и четверг поститься. И я женюсь. Это сунна посланника Аллаха, салаллаху салам, и он сказал, тот, кто отказывается от моей сунны, он не от меня, он не из меня. Дал понять посланник Аллаха, салаллаху салам, нам всем. Что если его действие противоречит в сунне посланника Аллаха, салаллаху салам, Аллах не нуждается в твоей молитве, в твоем усердии и тому подобное. Потому что этими поступками ты мучаешь себя. Ты себе предписываешь того, что Аллах не предписал тебе. Зачем нужны эти жертвы? Еще один случай. Когда посланник Аллаха, салаллаху салам, разбирал трофеи, раздавал трофеи, один из них сказал, о, Мухаммад, он даже не сказал посланник Аллаха, он сказал, о, Мухаммад, будь справедлив. То есть ты делишь трофеи неправильно. В некоторых версиях говорится, он дернул его за одежду, за плечо, чтобы посланник Аллаха, салам, остался след на его плече. Тогда посланник Аллаха, салаллаху салам, сказал, если не я буду справедливым, то кто? Тогда Амар Абхаттаб, ради Аллаха, разозлился и сказал, о, посланник Аллах, дай я ему отрублю голову. Посланник Аллаха, салам, сказал, нет, оставь его. Но он предупредил. Он предупредил и сказал, от него пойдут люди. От него пойдут люди. Сподвижники описывают этого человека. У него была густая борода, длинная. То есть по нему видно было, что он соблюдающий. Короткий изар, одеяние нижнее, выше щиколоток. У него был след на лбу от намаза, от искренности, от поклонения. И тогда посланник Аллаха, салаллаху салам, сказал, от него пойдут люди. Когда они будут читать Коран, вы посчитаете свое чтение никчемным. Когда они будут молиться, вы посчитаете свою молитву никчемным. Когда они будут поститься, вы посчитаете свою молитву, свой пост никчемным. То есть вы будете в них видеть искренность. Но посланник Аллаха, салаллаху салам, говорит, они будут вылетать из ислама, как вылетает стрела из лука. В другой версии хадиса говорится, их чтение не будет спускаться ниже их горла. Имеется в виду, это будет всего лишь внешний вид, этого не будет в сердцах. Посмотрите, во времена посланника Аллаха, салаллаху салам, самому пророку приходит человек и говорит, о, Мухаммад будь справедлив. Человек, который посчитал, что он лучше него. То есть, иными словами, человек поймал звезду, как говорят. От своего поклонения, от своего усердия он посчитал себя лучше остальных. И это чрезмерство. Посланник Аллаха, салаллаху салам, предостерегал верующих от этих людей. Посланник Аллаха, салаллаху салам, предостерегает нас от упущения чрезмерства в религии. Это чрезмерство относится к устам, к сердцу и к деяниям. Аллах, субханаху ва та'алла, желает от себя выполнения предписанного им. Этого достаточно. Предписания делятся на фарт и сунну. В самом его узком понимании. Обязательным и желательным. Если верующий возьмет Кур'ан должным образом, последует сунне должным образом, ему будет этого достаточно. Но только он на себя возложит то, что Аллах на него не возложил, либо же оставит возложенное на него, то он обязательно окажется из двух этих крайностей. И посланник Аллаха, салаллаху салам, сказал, погибли те, которые упускали, либо же погибли чрезмерствующие. Я прошу Аллаха, субханаху ва та'алла, чтобы он простил нам наши грехи, явные тайны. Просите у Аллаха прощения и о том прощающей милосердии. Однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершая хадж, он в джамарад бросал камушки, взял маленький камушек и сказал, бросайте вот такие камушки. Маленькие. То есть, по сути, что мы все знаем о джамараде? Мы знаем, что есть столбы, в которые нужно бросать камень, и это символизирует побивание шатана. И оно является таковым. Наша человеческая психология фитра говорит, если ударить, то так сильно надо ударить. Если бросить, то что-то тяжелое надо бросить. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, показав, что это всего лишь обряд, предписание, которое нужно выполнять таким образом. взял маленький камушек и сказал, вот такие, бросайте камушек. А тот, кто чрезмерствует, Брак салалом говорит, не чрезмерствуйте. В этом хадисе, в этот момент, он говорит, не чрезмерствуйте, потому что это место, подталкивающие к чрезмерству. Я однажды, совершая хадж, бросал в джамарат камни. Тот, кто совершал, он знает, он увидит разных людей. Один человек достает тапок и бросает тапок вслед за камнями и говорит, шатан, ты развел меня с моей женой. Считая, что он сделал ему хуже, он его тапком ударил. Не понимая, что сайтан или борьба с сайтаном непосредственно бросает не в него камни и тапочек, а посредством следования Кур'ану и Сунни, когда он не может найти на тебя управу. И поэтому посланник Аллаха, салалу салам, говорит, тот, кто, и остерегайтесь чрезмерство, потому что чрезмерство погубило тех, которые были до вас. Сегодня, если мы посмотрим на состояние мусульман, мы увидим их в следующем, можно их поделить на три категории, наверное. Одна, которая называет себя этническими, это упущенники, которые очень совершают много упущений, говорят, я мусульманин, намаз, иншаллах, когда-нибудь совершу. Это некое такое понимание неважности религии. Это большое упущение. И часто мы их называем этническими мусульманами. Есть другая крайность этого всего. Это люди, которые себя назвали судьями. Это дела, которых с утра до вечера сидеть и обвинять мусульман в неверии. Он сказал то, он все вышел из ислама, он сказал то, он вышел, он сделал это, он вышел. И целыми днями вся их забота выводить из ислама. Пророк Мухаммад, салам, толпами людей вводил ислам, эти сидят, выводят толпами людей из ислама. И есть середина, середина этого всего. И это середина сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи саллим. Люди, которые соблюдают и не чрезмерствуют. Соблюдают и не чрезмерствуют. Если он совершает упущение, то он исправляется. И поэтому сегодня одни и другие являются в плачевном, в губительном состоянии. Что страшно, что когда человек умрет, придет перед Аллахом в судный день, Аллах, субханава та'аля, его лишь только накажет за это чрезмерство. Аллах ему не скажет, ты, ма шааллах, Аллах его накажет за это. И поэтому не возлагайте на себя то, что Аллах, субханава та'аля, не предписал. Сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи саллим, очевидна. Очевидна. Сегодня достаточно для нас книг, литературы, чтобы изучать ислам. И что одна крайность, так и другая попадает в эту ошибку по причине невежества. По причине того, что они не изучают ислам. Они не изучают ислам. Вот те, которые уверены. Это останавливает процесс развития ислама. Единство уммы. Когда есть одни и другие. Одни говорят, эти монахи, или эти закутанные, или эти бородачи, это молящиеся, это те, которые молятся. Обзывают их различными названиями, или же кличками, чтобы от себя подальше. Другая сторона на другом берегу сидит и говорит, они вообще уже не мусульмане. Нет никого здесь мусульман. Ровно такие же были в арминах Усмана, Али, ради Аллаху Анны и тому подобное. Которые приходили и говорили, вы не мусульмане, потому что не судите по закону Аллаха. Халифы уммы. Которым Аллах обещал рай. Они приходили, считали себя лучше. И говорили, вы не судите по закону Аллаха. Запомните правило, не суди и не будешь судим. Понимание, откуда взято, что ты имеешь право, прочитав несколько книг об исламе, имеешь право судить другого мусульмана. Где, кто написал или кто дал право кому-либо из нас это делать. Аллах говорит, если увидели порицаемое, исправьте словом, рукой, словом, либо же сердцем. Минимум, что мы можем сделать, это сделать насыху. И максимум, даже мы можем сделать насыху. Но если нас не слушают, то это не означает, что дают нам право выводить людей из ислама, называть их нововведенцами, или на них навешивать различные клички и тому подобное. А сегодня, к сожалению, посидишь в кругах мусульман, некоторых, их все обсуждение, не познавание законов ислама, омовения, намаза, заката и тому подобное. Это не их уровень, потому что они там ничего не понимают. Тот сказал то, это куфр и вышел из ислама, этот сделал то, этот сделал то и тому подобное. Раньше ученые говорили, когда приходили к ним, люди говорили, мы люди, требующие знания, они им сразу давали задачу из фарайба. Умер человек, раздели наследство. Если он не мог это сделать, говорили, все, до свидания. Потому что половина шарядского знания – это знать исламское наследство. Как оно делится? Сегодня у любого спроси, он даже просто представления не имеет об этом. Особенно о тех, которые о высоком говорят. Говорят о чем-то высоком, каких-то высоких вещах. Нужно ходить по земле, быть простым рабом Аллаха, выполнять его предписания и не нарушать его запреты. Я прошу Аллаха, чтобы он исправил наше положение, дал нам правильного понимания Кур'ана и Сунны. Я прошу Аллаха, простить нам наши грехи явные и тайные. Простите у Аллаха прощения в этом прощающем милосердии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok